Пациенты с парализованными нижними конечностями смогли сделать свои первые шаги на беговой дорожке, держась руками за опору. Такого результата удалось достичь при помощи эпидуральной электростимуляции спинного мозга и специальных функциональных тренировок. Два пациента были включены в исследование после многих лет паралича в результате травмы. Им был установлен электродный спинной мозг, который имитировал сигналы, поступающие из головного мозга. С этим методом эпидуральной стимуляции существует возможность восстановления движения до уровня, когда испытуемый фактически может контролировать свое движение с минимальной поддержкой от тренера или внешних устройств. То есть в данной ситуации испытуемый фактически поддерживает свой вес тела и способен передвигать ногами, осуществляя шагания. После установки электрода на спинной мозг в течение двух недель у пациентов проходил период восстановления, а затем процесс реабилитации. То есть это обучение человека движения по бегущей дорожке, в положении лежа, сидя, стоя и так далее. И в комплексе со стимуляцией происходит процесс тренировки. То есть фактически пациент учится контролировать движение с нуля. И первые несколько дней, когда он только-только получает способность контролировать движение, это возникает процесс об обучении. Уже через 43 недели можно было увидеть результат. Парализованные пациенты смогли самостоятельно совершать шаги на дорожке. Способ восстановления пациентов с диагнозом паралич разработали исследователи Казанского федерального университета совместно с коллегами из Санкт-Петербурга и США. Реабилитация мужчин проходила в США в медицинском исследовательском центре клиники ИМИО. Казанский федеральный университет в исследовании представлял сотрудник института фундаментальной медицины и биологии Игорь Лавров. Идея в том, что при стимуляции спинного мозга ниже травмы происходит активация нейрональных структур спинного мозга, за счет чего эти структуры начинают отличаться командам головного мозга. Иными словами, пациент с клинической полной травмой, как правило, такие пациенты имеют остаточные проводники. То есть это некоторые волокна, которые функционально активны, но при этом могут принимать участие и их активация. Проекты в области нейромодуляции активно развиваются в России. В Казанском федеральном университете организована научно-исследовательская лаборатория «Двигательная нейрореабилитация», которая активно занимается развитием направления нейромодуляции при нарушениях спинного и головного мозга. В Казанском федеральном университете последние 4-5 лет была организована лаборатория, в которой сейчас есть все необходимое, чтобы исследования продолжались и выходили публикации из России. Привлекли достаточное количество грантов и закуплено было оборудование. Несколько коллег из КФУ прошли стажировки в моей клиник, обучились методом, в том числе методом работы с испытуемыми. Метод стимуляции спинного мозга рассматривается как один из наиболее перспективных для терапии парализованных пациентов. Возможно, в скором времени он станет доступен большому количеству людей с таким диагнозом. На данном этапе это дорогостоящий процесс, во многом потому, что он включает в себя несколько групп. Требуется нейрохирургия, требуется реабилитация группы, физико-терапис. Также требуется привлечение электрофизиологов, ученых и так далее. Крайне важно, чтобы эти исследования перешли в некий клинический протокол, который позволит использовать данную методику непосредственно в клинике для большого количества пациентов с конкретным результатом. Сейчас стимуляция пациентов с диагнозом паралич осуществляется в домашнем режиме под наблюдением врачей. Анна Глазунова, Универньюз. Универньюз.